Приветствую вас. Итак, автор вопроса была в отношениях с мужчиной, после чего нашла ее раздражательную через скандалы, скандалы, кризисы и прочее. Далее она с ним расстается, какое-то время доживет без него, ведет себя как свободная девочка, и после опять они сходятся вместе. Автор вопроса корит себя для того, что расстались, и в общем-то боится, что что-то из вот этого периода, когда они были не вместе, всплывет и испортит ей жизнь, и не может себя простить за ошибку. Смотрите. Честно говоря, первая моя реакция, когда я читал ваш текст, была такая, что вы как будто бы себя, знаете, начали заставлять, заставлять себя, ну как бы вот, вернуться в эти отношения, вот. Потому что вы стали транслировать себе такую мысль, что, а вдруг, вот, это и были те самые отношения, вот, которые, ну, ну, те самые, короче говоря, те самые отношения, вот, и как бы из-за этого вы, вот, решили, значит, ну, вернуться просто из страха, из страха, что, вот, ну, потеряете эти отношения, вот, естественно, естественно, есть и другая страна, согласно которой вы просто, вот, получаете опыт, опыт, и благодаря опыту поняли, что для вас важно. Все ваши переживания, они, вот, про конфликт, что, с одной стороны, вы хотели бы самостоятельность какой-то для себя, с другой стороны, вы хотите, вот, ну, кому-то, да, вот, прильнуть и опасайтесь, что сами по себе, да, вы ничего, ну, не можете, ничего не справитесь, и так далее, вот. Я думаю, что этот конфликт, в первую очередь, нужно решать. Почему вы считаете это ошибкой? Потому что для вас это имеет большое значение, вот, чтобы вы могли остаться там без человека, ну, без кого-то, на кого можно положиться, положиться, и всякое такое, всякое такое. А для чего вам, на кого-то блага, чтобы что, да. Вот, ну, то есть, вот, на эти вещи нужно обращать внимание. Очевидно, что у вас есть проблемы с личными границами, с самооценкой, с страхом одиночества, вот. И вот эти моменты нужно решать, нужно разбирать, это психотерапия. Дальше, значит, вы, по сути дела, не задаете никакого вопроса. Как вы просто говорите, что не могу принять ошибку. А попробуем, почему это ошибка. Почему? Как вы интерпретируете свои действия как ошибку? Как вы приходите к тому, что это ошибка? За счет чего это ошибка? Ну, хорошо, если это ошибка. Как-то по-другому можно опыт получить не через ошибку. Как? Вот, поэтому я думаю, в каком ключе вам нужно работать. Еще мне очень интересно было бы узнать, как вы себя позиционируете в отношениях. То есть, вы какая? Вот вы кто? Потому что есть такое ощущение, да, что, вот, ну, что позиционируете вы себя, знаете, несколько однобоко, как будто бы в отношениях. Я, конечно, не знаю, наверняка, да, могу ошибаться, но вот. Есть такое чувство, что позиционируете вы себя несколько, несколько однобоко в отношениях. Вот. А это, ну, можно ли это, можно ли это, ну, скорректировать, да, да, это можно скорректировать. Все это скорректируется, в принципе, довольно-таки успешно, вот, если мы этим занимаемся. То есть, если мы работаем над этим. А, вот, то есть, ну, тут, ну, такая, такой, такой момент, да, вот, если мы этим занимаемся, то у нас, ну, все получается. Вот, если мы, если мы именно этим занимаемся. Ага, если мы, ну, точнее, вот, если вы, да, как-то, ну, рассчитываете, ожидаете, что, как-то все само собой, да, вот, случится, да, произойдет, то я боюсь, то я боюсь, конечно, что вы так и будете, вот, ну, в таком вот состоянии, да, пребывать. К сожалению. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я же не burnt. Будьте, спасибо за просмотр... Продолжение следует...